Давайте представим новинку. Новинка 2020 года. Это котел Vox. Ford. Fox. Focus. Focus? Я не запомню. Это еще новинка, можно ошибаться? Ford Focus. Ну хорошо. Это котел Focus, оснащенный автоматикой Plume. Его прародитель это котел Ford, да? Они визуально очень похожи. На самом деле, очень интересная модель получилась. И она прям получилась как-то настоящий трансформер, который можно уместить практически в любом месте. Ну, во-первых, мы можем сделать установку бункера горелки справа или слева, как нам удобно. Он универсальный котел. Во-вторых, мы можем сделать открывание как направо, так и налево. Тоже все двери универсальные. Это очень интересно. Этот котел может работать как на пилетах, на агропилетах, так он может работать и на дровах. То есть здесь остались возможности установки колосника. Мы можем поставить сюда колосники, выбрать в меню режим дрова, ну, ручной или дрова он называется. И он будет работать на дровах. То есть вентилятор и автоматика будут понимать, что билеты подавать не нужно, можем работать на дровах. Пару лет назад были сильные снегопады, и за этих снегопадов, ну, физически люди просто не всегда успевали купить пилеты. И вот в этом режиме как раз глубокоудобно можно было бы его спокойно перевести на дровах. Теоретически мы можем даже сюда уголь насыпать на колосники. Котел получился еще интересен тем, что он может работать на агропилетах. Они дешевле, но у них повышенная зольность. Благодаря большому глубокому зольному ящику мы понимаем, что он будет спокойно на них работать. Горелка здесь у нас установлена ретортная. Это на самом деле такая вот хорошая универсальная горелка, которая практически позволяет работать на любом виде топлива. Она интересна как раз тем, что она, ну, всеядна, если грубо сказать. На, под горелкой мы видим, у нас есть механизмы для чистки, потому что часть золы может попадать в обовнутреннюю часть. Вот, когда-то я отключил, нагрелся. Вот, то есть вот здесь вот можно открыть ключок и спокойно прочистить необходимость. На дальнейшие. Какие же еще здесь интересные есть такие приятные плюшечки-бонусы? Давайте посмотрим на котел сверху. Получается. Этот дымоход, он универсальный. Мы можем его расположить как вертикально, так и горизонтально. Это очень интересное решение по одной простой причине. Если мы поставим дымоход с задней стороны, с тыльной стороны, то нам еще нужно где-то добавить сантиметров 50. То есть мы представляем, насколько нужна длинная или там глубокая котельная. При установке сверху мы сможем сзади сделать зазор 20 сантиметров и поднять дымоход вверх. То есть он гиперкомпактный. Помимо этого, его общая ширина составляет 99 сантиметров. То есть, ну, это вот вариант как раз замены. Когда у людей до этого присутствовал твердотопливный котел, ну, в небольшом помещении, грубо говоря, я называю комнату для туалета. Вот. Когда мы украли оттуда старый твердотопливный котел, мы на его место спокойно сможем разместить вот это компактное решение билетное. Бункера, бункер здесь по объему порядка 200 литров. Если перевести на мощность его, он будет 12, 16 и 22 киловатта. То 16 киловатт, вот, 500 литров бункера будет хватать на 5 дней. Ну, да. То есть если сильный мороз, это дня 2-3, наверное. Нет, нет. Нормально. Но я думаю, что это я посчитал в нормальной номинальной мощности, то есть примерно там 8 часов работы в день. Понятно, что все будет зависеть от теплопотери, от качества топлива, но примерно 5 дней он должен работать. Есть еще один нюанс. Мы сможем нарастить бункер. Здесь есть возможность его нарастить. Сейчас, в данный момент, когда мы с вами разговариваем, он стоит на подиуме, поэтому мы где-то сантиметров 20 отдали на подиум. Если я поднимусь, то небольшой еще бункер, еще где-то литров на 100-150, можно сделать на ставку. И, в принципе, это будет вполне удобно, чтобы можно было засыпать. Полтора раза продлительность работы на одной закатке. А еще если мы учтем, что у нас все-таки здесь большой зольный ящик, мы понимаем, что он неделю у нас точно отработает. Идем дальше. Что здесь еще интересного? Здесь применяется двухшнековая система подачи. Один шнек забирает из бункера, второй шнек подает непосредственно в саму камеру сгорания. Между ними есть у нас гибкая подводка. Это безопасность. Два шнека – это всегда безопасность. Первое. Если случается какая-то нештатная аварийная ситуация, у нас отключается шнек подачи из бункера и включается шнек подачи в камеру сгорания. Вот этот датчик как раз и определяет, нагрелся ли шнек, пошло ли обратное горение или нет. Как только он подал сигнал, он отключил шнек подачи из бункера, отключил этот шнек, пять минут прогоняет топливо. Ну, он крутится. Если уже топлива, то может уже не осталось. Он все это дело выгоняет. Дальше смотрит, если все в порядке, перестает работать. Если температура до сих пор высокая, снова его включает, снова на пять минут его прогоняет. Возобновить работу верхнего шнека после этого он может? Да, конечно. Как только он остынет, все приходит в результатный режим. На всякий случай, если этого недостаточно, есть система пожаротушения водяная. То есть вот сюда, в нижнюю часть устанавливается датчик. Сюда ставится термоколапон, который тоже в виногреве открывает и подает сюда воду. То есть он подоспуден, если что, потушит. Ну, то есть это опция, которую можно дополнительно надо купить. Да, это опциональная вещь. Также на букере есть возможность его открыть, посмотреть, почистить. Но необходимо здесь, если что-то попало. Что еще? Кател оснащен автоматическим розжигом. Конечно, он сам разжигается, сам шелчится. А принцип розжига какой? Это ТЭН? ТЭН. То есть у тебя ТЭН нагревается, после него пропускается воздух. И воздух там порядка 300 градусов. Разжигаются пилеты. И он, соответственно, вводит режим горения. По меню. Меню на самом деле очень интересное. Здесь очень много интересных режимов. Настройка. Причем, в чем здесь еще интересная вещь? Здесь есть такая штука, как настройка котла. Так, режим регулирования. Так, давайте тогда начнем с этого. Есть хороший режим регулирования, так называемый Fuzzy Logic. Сейчас я вот зайду вот здесь. Режим работы котла. Билеты ручные. Это как раз я о том, я в чем говорил, что если перевести его... Может быть даже уголь. Да. То есть перевести его в другой режим. Но мы должны понимать, камера сгорания, если мы используем на травах, она не большая. То есть это все-таки не как универсальные котлы, это как аварийные ситуации. То есть это все-таки аварийные режимы, то есть те, которые в случае там не считаем ситуаций, чтобы можно было не потерять наше тепло. Так, режим работы котла. Ручной пилеты мы уже выбрали. Регулирование мощности. Понятно, мы можем задать максимальную, минимальную мощность. И здесь еще есть очень хороший режим. Режим называется... Сейчас скажу. Режим Fuzzy Logic. Режим Fuzzy Logic. Интересный режим. Он сам автоматически подстраивает работу котла. То есть каждую ступень мощности он сам автоматически подстраивает. Хорошее решение. В принципе, когда если спускаем, настраиваем, я по-чему, что его ставлю, практически всегда ты уже на него не лезешь. Есть еще хорошая вещь. Тест подачи. Обычно для настройки пилетного оборудования должен использоваться так называемый газоанализатор, который считывает отношения СО, СН, чтобы отрегулировать процесс горения. Здесь, в этом котле, можно обойтись без него. Это штука дорогая довольно. И сама пусконаладка широкая. Здесь вот есть такой вещь. Режим называется тест подачи. Что это значит? Это значит, что в течение 6 минут он будет насыпать пилеты шнеком. Мы снимаем вот здесь вот одну гофру, подсоединяем сюда пакет и в течение 6 минут будет работать этот шнек. Ну, цикл. 6 минут, я не помню сколько. Цикл шнек. Ну, не в этом. За это время он насыпет определенный объем топлива. Что нам это дает? Мы знаем подачу воздуха за счет вентилятора, он может посчитать. И за счет шнека мы узнали объем и самих пилетов. Вот эти параметры мы дальше устанавливаем в уровне топлива. В тесте то, что было, сколько он нам насыпал за одну подачу. И сохраняем. Вот эта настройка, она нужна пользователю при смене пилетов. То есть, он, допустим, одни попробовал, вторые попробовал, каждый год мое покупать. Каждый раз не вызывать настройщика с газоанализатором. Вот этим достаточно сделать. Это, ну, процентов на 90 он попадет в нужный расход. Это очень полезная вещь, и она здесь есть. Здорово. Так, вот. Режим регулирования. Вот где у нас Fuzzy Logic. Выбираем режим Fuzzy Logic. Это очень удобный режим. Он действительно там предугадывает заранее, переходит на меньшую мощность. И тем самым экономит наше топливо. А за счет чего он это делает? Считывает работо датчиков или же... Что такое ступенчатое регулирование горелки? Обычно у него примерно три режима. Первый, второй, третий. На каждом режиме котел должен выйти в свой режим, температурный режим. После которого он должен либо перейти на следующую ступень, либо вернуться на одну ступень. Fuzzy Logic это режим, когда он подгадывает заранее. Ты видишь, что тенденция повышения температуры идет там очень быстрым темпом. Он понимает, что если я останусь на этой скорости, то, скорее всего, я перескочу в температурный режим. Чтобы этого не было, он заранее, заранее еще не дойдя к этому режиму, он заранее уходит на одну скорость назад, чтобы плавно подойти к нужному режиму. То есть, его задача не перегреть систему, не дать туда больше, а именно подойти к нужной температуре плавно. То есть, тем самым, возможно, сделать оптимальным расход топлива? Да, да. То есть, и к этому все идет. Я про это и хотел сказать. Вот. Значит, здесь у нас есть уровень топлива. Датчика на этом бункере нету, но, сделав ТЭФ подачи, мы можем засыпать полный бункер и написать, что бункер полный. Соответственно, в случае, если у нас его останется мало, то, что он нам просигнализирует, и мы будем знать. К этой автоматике можно подключить Wi-Fi модуль. Это NetPiece, да? И удаленно управлять. Причем управление будет прям практически то же самое, что здесь. Все будет менять. Все характери там можно поменять. Это очень удобно, очень интересно. К нему можно подключить пульсный датчик, погодозависимую автоматику сделать. Он управляет насосом колера, насосом СИО, он управляет... Сейчас, я посмотрю. Такими режимами. Он управляет еще дымососом, теоретически, тоже его можно сюда подключить. Трехкодовым он управляет. Ну, то есть, много функционалов, которые у него есть, есть интересность. То есть, на этот пульт можно навешивать дополнительное оборудование, которое поможет оптимизировать работу всей системы, в том числе и сэкономить топливо. Да. Еще интересная вещь. Здесь есть термостат и есть контроль. Контроль же пуска котла. Например, часто очень, если позволяет мощность электрически выделенная, то можно сделать как? Мы ставим в резерв еще электрический котел. Что мы делаем? Мы по ночному тарифу работаем на электрическом котле, а по дневному тарифу он переходит на билеты. Так вот эта автоматика может управлять включением и включением электрического котла. То есть, у нас ночной тариф подошел, он себя выключил, но сайтов включил электрический котел. Электрический котел свой режим отработал ночной, он выключился и включился сам. То есть, вот эти все режимы можно здесь настроить, и автоматика будет управлять. Вообще, Плюм хорошая автоматика в плане интересности, в плане надежности. Еще вот за 2 с чем-то года у нас не было ни одного обращения по Плюмской автоматике. Вопросов вообще никаких не возникало. Летний режим, зимний режим, понятно. Летний режим это только для нагрева горячей воды. Ночное снижение, считается, что значит температура помещения может опускаться, чтобы было комфортно спать. Можно это тоже настроить. Это все тоже помогает нам экономить топливо. Общие настройки, ручное управление, сервисные настройки. Ну, в принципе, здесь очень-очень много интересных вещей. Страшный пароль, никому не рассказываете. Вот, но есть хорошая функция. Функция называется вернуть заводские настройки. Она замечательна тем, что ты даже если что-то нажимал, вернул заводские настройки, и дальше снова упадешь, заново все настроено. В общем, автоматика интересная, котел интересный. И я думаю, что его ждет интересная и, главное, долгая жизнь. Какой-то апгрейд? Есть ли, допустим, что-то улучшили, что-то изменили? Каждый раз идут улучшения, каждый раз идут апгрейды. Есть у сервисных центров специальные переходники, для того, чтобы можно было подключиться к мозгам и, соответственно, перепрошить. Ну, то есть, это нельзя сделать самостоятельно в домашних условиях, но с помощью программатора можно это сделать в сервисных центре. Я думаю, что это можно сделать и в домашних условиях. Никакого секрета нет, там просто нужен кабель, нужный разъем. Все обновления можно запросить на заводе. Более того, для остальных моделей они в открытом доступе на сайте. Для плюмовской автоматики я пока не видел, но я думаю, что это вопрос времени и со временем добавится. Ну, вообще, конечно же, котел продуман до мелочей, как бы это банально не звучало. Но даже когда мы обращались к нижней части котла, к его шнековому узлу, я обратил внимание на то, что электрическая часть вся помечена специальными этикетками. И здесь даже при наличии одинаковых разъемов для подключения электричества к двигателям просто нельзя, невозможно их перепутать. Да, в будущем будет изменено немножко. Будет сделано, как на котлах пиле, будет сделана распаечная коробка, из которой уже будут идти провода. То есть сейчас пока идет вот так, дальше будет коробка, и в этой коробке от нее уже будут идти дальше провода. Чтобы вероятность перепутать и еще уменьшить. Ну, здесь действительно, только если человек находится в каком-то видоизмененном состоянии, можно что-то перепутать. Все предельно понятно, все просто. Синий к синему, зеленый к зеленому, красный к красному. Большое спасибо за экскурсию по этому замечательному котлу. Я думаю, действительно, его ждет большое будущее. Вам успехов в продаже. Спасибо большое. И нам тоже. Спасибо.